С нами Георгий Старостин. Добрый день. Мы говорим... Здравствуйте. Мы опять говорим о языках, о том высокоакадемическом языке, который присущ нашим беседам, о компротивистике, о лингвистике, о всех высоких науках. В этом самом грамматическом словаре русского языка до сих пор основываются почти все компьютерные алгоритмы анализа русских форм. И русских текстов. Тут, кстати, у них прямое пересечение, например, с деятельностью моего покойного отца Сергея Анатольевича Старостина, который, как раз основываясь на данных грамматического словаря русского языка, в конце 80-х, начале 90-х разработал первый очень успешный алгоритм морфологического грамматического анализа русской словоформы. Он до сих пор, кстати, у нас на сайте функционирует. Человек может прийти, забить любую форму любого русского слова и получить по нему исчерпывающую грамматическую информацию. Ресурс, очень пользующийся успехом, например, у студентов, изучающих русский язык. Ну, например, в части такого весьма непростого, скажем, уровня русского языка, как просодия ударения. Все правила, сложнейшие правила расстановки ударения в русских словах. Практически никто не знает, как это называется, да, в итоге. По которым, да, мы все время в которых допускаем так или иначе ошибки. Значит, вот если вы сомневаетесь в том, где должно стоять ударение в каком-то русском, звонит или звонит, да, можете залезть на наш сайт «Вавилонская башня», и там до сих пор этот самый алгоритм сидит, работающий по данным грамматического словаря Андрея Анатольевича Солезняка. Так, у меня позвонил телефон. Кто говорит? Словом? А как еще раз сайт называется? «Вавилонская башня», да? Поисковик есть. И на этом тоже заслуги Андрея Анатольевича не заканчиваются, потому что он был человек, в общем, правда, его интересы за пределы лингвистики, в общем, не выходили, но в лингвистике он был абсолютным эрудитом. И, значит, помимо того, что основной его деятельностью была русистика и словистика, он знал массу языков, не просто знал, но он знал на таком уровне, что мог их преподавать. Все буквально там от санскрита до арабского языка. Буквально, по-моему, два года назад еще читал в МГУ курс арабской грамматики, если не позже. Не то, чтобы он там умел на них спокойно объясняться, дело не в этом. А дело в том, что, может быть, даже гораздо важнее, он умел объяснить, как они устроены. Вот он умел прочитать курс грамматики практически произвольного любого языка так, чтобы неофиту, человеку, которому интересно, но которому трудно было, становилось понятно, ясно, какие достаточно простые, иногда элегантные законы лежат в основе того или иного языка. Вот это умение донести до широких масс какие-то истины, которые кажутся, с одной стороны, сложными, а на самом деле на поверку выходят довольно простыми, особенно если их объясняет Залезняк. Это огромная редкость, потому что есть масса людей, которые умеют фехтоваться какой-то на конях или знают языки, но совершенно небольшое количество из них умеет кого-то научить тому, что умеет сам или объяснить это. Именно. Он, в принципе, он был настоящий ученый. Есть ученый типа ученый-популяризатор, который в науке, может быть, имеет какие-то достижения небольшие, а основное свое время тратит на объяснение, экспертизу, аналитику, просвещение и так далее. Это тоже важно, кстати. Чрезвычайно важный, конечно. Но Залезняк тут представлял очень редкое и счастливое исключение человека, который примерно 80-85% своего времени тратит на серьезное научное исследование, причем по-настоящему серьезное. У него не то чтобы была какая-то гора публикаций. Есть люди, которые публикуют по 50 статей в год, и ни одна из них не имеет настоящей научной ценности. У него их было относительно мало, но каждая была настоящим, интересным каким-то, может быть, небольшим, но открытием. А где-то там процентов 10-15 в свое время, особенно в последние десятилетия своей жизни, он отдавал честно на просвещение, то есть читал много публичных лекций. Кстати, я всем очень рекомендую, потому что на разных сайтах, на Полит.ру, еще на каких-то на Ютьюбе, на Ютьюбе можно зайти, написать Залезняк, и там полно лекций Залезняка на самые разные темы, в том числе и на те темы, о которых мы с вами тут разговаривали. Я так вот это бекая-мекая заикаюсь, чего-то тут пытаюсь объяснить, но Андрей Анатольевич те же самые вещи мог объяснить гораздо изысканнее и понятнее, о чем я это делаю. Дратил где-то там 10-15 процентов своего времени на просветительскую деятельность. Очень удачно написал вот эту книжку о слове о полку Игореве, которая дала ему некоторую известность. Ну, понятное дело, что человека среднестатистического на улице остановишь, он вряд ли скажет, кто такой Залезняк. Но все-таки он более известен широкой публике, мне кажется, чем многие его коллеги, которые тоже чрезвычайно серьезные ученые, но совсем не тратят время на просветительскую или какую-то такую объяснительную деятельность. А у него вот это как-то было очень хорошо сбалансировано. Удивительно сбалансировано так. Человек обладал совершенно необъемной какой-то харизмой. Вот люди просто толпами действительно к нему валили. Студенты все его всегда обожали, которые были у него в МГУ и в других местах. И вот что касается того, как он связан, собственно, с нами, с нашей деятельностью, Московской школы компотивистики, Но он старался при всем обхвате своей деятельности в основном ограничиваться довольно, ну, как бы с нашей точки зрения, мелкой проблематикой. То есть он занимался вопросами истории русского языка, вопросами сравнительного изучения славянских языков, вот вопросами изучения особенностей русских диалектов, включая новгородский диалект, русских памятников, написал там очерк санскрита, очерк арабского языка и еще что-то. Но при этом он чрезвычайно всегда интересовался, конечно, тем, что происходит в области сравнительно исторического языка, языкознания в целом, вполне себе был дружен с Сергеем Анатольевичем Старостиным, с моим отцом, и он относится к поколению, которое ему предшествовало, скорее к поколению учителей моего отца, и одновременно, значит, к поколению вот тех замечательных людей, которые в конце 50-х, начале 60-х годов сделали колоссальный прорыв в области советского сравнительно исторического языкознания, тем был дружен с Владиславом Марковичем Ильич Свиточем, словистом, индоевропейстом и отцом-основателем настратической гипотезе о родстве большого числа языковых семей Старого Света. Вот гипотеза, к которой Залезняк относился аккуратно, осторожно, но с некоторым одобрением, понимая, что это серьезная научная заявка, а не, никоим образом, не сумасшедшая гипотеза. Вот, и его, вот это стремление к методологической строгости в совокупности с ясностью изложения, оно чрезвычайно сильно повлияло, конечно, и на Сергея Анатольевича, и на других представителей школы компотивистики. И как бы вот, если то, что ты делаешь, одобряет Залезняк, это всегда было знаком высокого качества. Я вот нескромно должен признаться, что Андрей Анатольевич был на защите моей кандидатской диссертации. — Одобрил? — Одобрил, да, это было для меня, наверное, тогда величайший из возможных почестей. На самом деле интеллектуальная работа очень сильно продлевает жизнь. Если только не включается какой-нибудь неожиданный удар по голове вроде сердечного приступа, тромба, катастрофа, еще чего-то, мозг тренируешь. И это всегда работает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова